наполеон хил дума и богатей новая интерпретация 52 блестящих идей карен макрэйди глава 7 бесконечный разум не делает различий хилл не раз подчеркивает что эта сила даже не пытается проводить различий между деструктивными и конструктивными мыслями а наши мысли о бедности материализует также быстро и эффективно как и в богатстве определяющая идея если вы поймете как сильны позитивной мысли то никогда не позволите себе мыслить негативно пис пилгрим писательница эксперименты которые я мото проводил с водой при всей их противоречивости достаточно ясно показывает что действующая сила как ее не называй не делает различий между деструктивными и конструктивными мыслями когда вы наливаете воду в чашку и направляйте на ее энергию ненависти кристаллы меняются красивые сложные яркие кристаллы деформируются или даже полностью рассыпаются универсальная сила жизни не выбирает что она будет материализировать а что нет направление ее действия целиком задается вашим сознанием и силой мысли в 1950 году доктор бруно клопфер участвовал в испытаниях карибиозена препарата которому прочили славу лекарства от рака один из пациентов клопфера узнал об этом и стал молять чтобы новое чудо препараты испробовали на нем у него была тяжелая форма лимфосаркомы каждые два дня ему требовалось откачивать жидкость из огромной опухоли в груди клопфер согласился его пациент удивительно быстро пошел на поправку опухоль уменьшилась настолько что он смог вернуться к нормальной жизни даже возобновил полеты на своем личном самолете через некоторое время американская медицинская ассоциация и управление по контролю за продуктами питания лекарствами сообщили о неудовлетворительных результатах испытаний карибиозена когда эту новость сообщили в прессе состояние пациента резко ухудшилось видя такое драматическое ухудшение клопфер пошел на необычный шаг он сообщил своим пациенту что только что получил новую удвоенную силы версию карибиозена а на самом деле плацебо которая показала гораздо лучшие результаты опухоль снова сократилась жидкостью в груди перестала скапливаться и пациент избавился от симптомов болезни на целых два месяца а потом появились новые результаты и газеты запестрелили заголовками общенациональные испытания показывают что карибиозен для лечения рака бесполезен нас несколько дней спустя пациент доктора клопфера умер мы видим что как ремиссия болезни так и ее последующие возобновления заканчившиеся смертью пациента никак не зависело от качества лекарств а были обусловлены лишь верой больного в тот или иной исход универсальной силы который он сумел призвать себе на службу было все равно какой результат материализировать у нас равным успехом несла пациенту и здоровье и болезнь смотря что он заказывал согласно хилу наш мозг намагничивается доминирующими мыслями которые мы удерживаем сознание и эти магниты непостижимым для человеческого разума образом притягивают к нам силы людей и жизненные обстоятельства которые гармонируют с природой наших преобладающих мыслей идея на заметку возьмите лист бумаги и запишите все мысли которые посещали вас за последние 24 часа сколько сможете вспомнить позитивными или негативными они были если на секунду предположить что изложенные выше теории верны то как вы считаете способствуют ли мысли из вашего списка достижению здоровья богатства и счастья или же противодействуют им